Портфель криптовалют можно извлекать. Соответственно, если сравнивать традиционный рынок и традиционные фонды и то, что делаем мы, разница в процентах. Если на форексе или на рынке акций, даже с учетом высокорисковой работы и торговли, можно извлекать доход, условно, 100-150% годовых, то работая на криптовалютном рынке, то есть мы, как трейдеры, работаем на бирже определенной, можно получать доходность в среднем 20-40% в месяц. То есть если еще и капитализировать доход, то там сотни процентов годовых получаются. Это, наверное, ключевое отличие. В остальном я бы, наверное, эти вещи оставил бы рядом, потому что и риск менеджмент, и money менеджмент, и необходимость погружения в тематику, изучения этого вопроса, чтобы самостоятельно работать, они примерно схожи. За единственным исключением, что работа на криптовалютном рынке и криптовалютного фонда и классического фонда на классическом рынке отличается подходом к оценке ситуации биржевой, к оценке активов, потому что как таковых продуктов под токенами, которые торгуются, их нет и компаний, то есть они еще в стадии стартапов располагаются, или уже как биткоин, они скорее профессиональные активы для спекуляций. И поэтому очень сильно влияет на основе фон, и рынок в общем и целом находится, скажем так, в ручном управлении. Но если потратить на это какое-то время своей жизни, например, год или два, то можно вполне себе комфортно себя чувствовать, зарабатывать и двигаться. Андрей, что, как ты думаешь вообще, что нужно, какой минимальный набор нужен, чтобы стать криптоинвестором? Ну, например, нужен ли криптокошелек? Чтобы стать криптоинвестором, достаточно криптокошелька и криптовалюты. Сколько времени потребуется на то, чтобы этот криптокошелек получить, завести, оформить? Ну, условно говоря, можно скачать мобильное приложение и хранить на горячем. Ну, тогда потребуется, наверное, минуты-две. То есть две минуты на открытие криптокошелька, и вы почти криптоинвестор. Нужно ли иметь криптовалюту при этом? Ну, желательно, чтобы не пустой криптоинвестор находился. А есть ли какой-то минимальный порог для того, чтобы заниматься криптоинвестицией? Ну, криптоинвестициями минимального порога как такового нет. Ну, можно начинать любой сумму, купить каким-то доступным путем криптовалюту, положить на свой кашелек и ждать, и надеяться, что она зарастет. То есть это если мы говорим именно про инвестиции. Понятно. Ну, то есть все, что сейчас было сказано, не выглядит очень сложно. Я надеюсь, что многие из вас, когда услышали, что завести криптокошелек – это дело двух минут, уже, наверное, это делают, если еще здесь не все с криптокошельками. То есть мы теперь разобрались, что можно, где можно взять первые монеты, это прийти к Дмитрию и намайнить. После этого намайненные монеты передать Андрею для того, чтобы они как-то росли. Перейдем к Дмитрию. Дмитрий представляет компанию, которая просекла, что такое криптоэкономика, самой первой, ну или одной из самых первых. Поэтому вот он, видимо, такой довольный. Дело в том, что если сейчас посмотреть, я перед нашей вот этой дискуссионной панелью посмотрел, какие компании были в списке Fortune 500 всего 60 лет назад. 60 лет назад – это, ну, как, сохранились еще люди, которые жили в тот момент. Так вот, до сегодняшнего Fortune 500 из этих компаний дожило всего 55. То есть это чуть больше 10%. А ведь эти компании представляли собой 60 лет назад просто квинтэзенцию развития технологий, экономики и так далее. Могли позволить себе любых людей, любые технологии, вообще все, что угодно, любые ресурсы. И при этом все равно 90% этих компаний сгинуло. И сегодня их место занимают совсем другие. Что наводит нас на мысль, что еще через 60 лет, а, скорее всего, даже быстрее, ну, потому что мы видим, насколько ускоряются все наши процессы, Мы видим, насколько ускоряется все наши процессы, Где смыть 차�ой «не затяжной» и на��를 собирася технологии? Да.